В эфире программа О чем говорят. Здравствуйте. В августе далекого 1902 года в Самаре произошло культурное событие. Стараниями одного из учеников знаменитого композитора Римского Корского было открыто отделение императорского музыкального общества. А при нем на улице Дворянской, сейчас это Куйбышево, в доме купца первой гильдии Жоголева сформировали музыкальные классы. Позже они были преобразованы в музыкальные училища. И вот на дворе уже 2017 год, и самарский музыкальный мир может похвастаться кадрами, выращенными на нашей земле. Сегодня у нас в студии директор Самарского музыкального училища имени Дмитрия Шаталова Ирина Кондольская. Здравствуйте, Ирина Юрьевна. Все-таки это училище, это самое первое такое, да, профессиональное, именно музыкальное образование. Именно с него началось все у нас в Самарской области. Правильно я понимаю? Да, это действительно так. Кроме того, что наше училище является одним из старейших в России, в Самарском регионе это действительно первое музыкально-образовательное учреждение в области культуры. И фактически те преподаватели, которые были первыми, это выпускники Санкт-Петербургской консерватории, Московской консерватории, они заложили все традиции исполнительской и педагогической школы. И, в общем-то, сформировали культуру Самарского региона и заложили, наверное, основу музыкальной элиты. Вот сам Дмитрий Георгиевич Шаталов, имя которого сейчас носят училище, он был выпускником этого учебного заведения, по-моему, 1937 год, руководил потом много лет им. Вот расскажите, кем и чем сейчас может гордиться училище? Какие выпускники действительно прославили нашу Самару и вообще даже Россию? Ну, если сказать несколько слов о выпускниках вообще, то это практически во всех школах музыкальных и в Самарской государственной филармонии, и в оперном театре работают наши выпускники. В Институте культуры, в Педагогическом университете профессоры – это бывшие наши выпускники. На Самарской земле работали такие, как Инна Касьянова, Леонид Вахмянин, Гиларий Беляев, ну, тех, кого уже с нами нет. Из тех, кто сейчас трудится, достаточно широко работает на Самарской земле – это Сергей Иванович Войтенко. Это очень выдающийся, известный молодой музыкант и идейный вдохновитель конкурса «Виват Баян». И еще множество проектов. И множество проектов. Баян, миксы и так далее. Композитор, аранжировщик и наш преподаватель теперь. И, конечно, бывший наш выпускник. Мы им очень гордимся. Если говорить о тех, кто работает далеко за пределами России – это профессоры различных консерваторий. И Гносина – это Академия Гнесиных. Нижний Новгород, Алексеева Елена Дмитриевна – это все профессоры. Уфимский институт искусств Лев Франк. Среди тех, которыми мы гордимся, которые уже далеко за пределами нашей страны – это Екатерина Лехина. Очень известная оперная певица, которая покоряет такие уже большие пространства. Она является обладателем Грэмми в области вокального искусства. И для ней открыты самые лучшие залы мировые. Это и Вена, и Париж, и Лондон. То есть она гастролирует по всему миру. Другие музыканты, например, Александр Ардаков. Он является профессором Лондонской Академии Музыки и Театрального Искусства. Он, к сожалению, не сможет приехать, но он нам делает поздравления. В честь предстоящего юбилея. Об этом поговорим чуть позже. Правильно я понимаю, что училище – это следующая ступенька после музыкальной школы. То есть в училище принимают таких совсем юных, 15 лет, после 9 класса, после 11 в некоторых случаях. То есть это начальное профессиональное музыкальное образование. После этого дороги куда идут? После училища, вы имеете в виду? Ну, конечно, все идут в основном учиться дальше в консерватории, в академии, потому что вот эта уникальная система наша – школа, училище, вуз, которая, в общем-то, лучшая в мире, и потому у нас великие такие музыканты, потому что они прошли весь этот путь от школы через училище и консерваторию. Конечно, в основной своей массе они продолжают учиться в вузах. И в нашем городе, и в других городах в России, в лучших консерваториях – это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Саратов, Нижний Новгород. Едут за границу. У нас сейчас учатся и в Италии, и в Чехословакии. А за границей ценится наша очень российская школа? Очень ценится. Именно потому, что сохраняется вот эта преемственность традиций от школы. То есть выучить музыканта невозможно ни за 5 лет, ни за 4 года. То есть это должно быть целое такое движение от 5 лет и, так сказать, взросление музыканта. Его невозможно взрастить очень быстро. Поэтому в этом уникальность нашей системы. Но вот сейчас по каким направлениям учат в училище, кого вы ждете, каких абитуриентов и, главное, какую профессию они там могут получить? Какие направления сейчас там действуют? Ну, вы знаете, они достаточно традиционные. Это исполнительское инструментальное искусство, вокальное, академический вокал, дирижерское хоровое, теория музыки. Не так давно было открыто музыкальное искусство эстрады. Что это такое? Очень востребованное отделение, востребованная специальность, потому что хочется всем петь, играть на эстрадных инструментах. То есть это достаточно актуально на современном уровне. Но, тем не менее, основная наша направленность – это воспитание такого, скажем, академического музыканта. Хотя в современных условиях, такого исполнителя, который мог бы себя, так сказать, быть конкурентно способным на современном уровне, в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. Ну, плюс академической базы, насколько я понимаю, это то, что на неё можно, в общем-то, это такое колоссальное образование, что на неё можно положить всё остальное. То есть академический музыкант – это, может быть, эстрадникам. Конечно, конечно. Более того, что наши великие музыканты, даже Екатерина Лёхина и Ольга Олейникова, известная джазовая певица, и Кристина Аглинцан, тоже известная джазовая певица, они по первоначальному своему образованию, классическому, были не вокалистки. Екатерина закончила дежурское хоровое отделение, Олейникова закончила по классу флиты, Кристина закончила по классу фортепиано. И вообще очень многие музыканты, действительно, получив академическое образование, достаточно быстро как-то вот… Приспосабливаются, да, наверное, к красным жанрам. Конечно, конечно. И это замечательно, потому что дальше кто-то играет джаз, и чтобы стать хорошим джазовым музыкантом, надо сначала получить классическое академическое образование. Так же, как все наши великие эстрадные певцы, они тоже имеют классическое образование. Как с бюджетными местами? Бюджет, платный, какое соотношение для абитуриентов этих мест? Дело в том, что образование у нас достаточно дорогое, поскольку огромное количество предметов индивидуальных. У нас групповых меньше, чем индивидуальных, поэтому мы не можем, так сказать, большое количество иметь платных студентов на платных услугах. Но приблизительно последние пять лет немножко так, знаете, оживилось. Появился, скажем, конкурс, потому что, когда я училась, у нас был конкурс 4-5 человек на место. То есть это было элитное заведение, куда попасть было очень сложно. Потом был некий такой демографический спад. И детей было меньше, и талантливые дети немножко по-другому себя... Ну, родители их направляли. Может быть, не так популярно жило это? Да, не так популярно. Технические больше специальности, экономические выбирали. Вот сейчас некое такое оживление происходит, и к нам идут ребята, действительно те, которые хотят этим заниматься, заниматься академической музыкой. И они уже у нас на некоторых отделениях есть конкурс. Ну, это хороший знак. 115 лет в этом году. По традиции будете отмечать широко, торжественно, с выпускниками. Расскажите, когда, где все это будет проходить, и главное, что будет в программе. Ну, для нас юбилейное торжество – это прежде всего концерт, на который приходят все наши бывшие выпускники. Очень много гостей. Мы приглашаем и администрацию города и области. Приезжают к нам гости из других городов. И происходит это в здании, в зале нашей замечательной Самарской филармонии. Это обычно большой концерт с поздравлениями. Состоит он из номеров училища. Коллективы наши выступают. И будут гости. То есть, выпускники с именем. Выше выпускники с именем. Вот мы как раз ожидаем Екатерину Лехину на наш концерт. Ольгу Олейникову приедет со своим концертмейстером. Приедет Лев Александрович Франк. Это профессор Уфимского института искусств. Как раз он сын... Он сын тоже одного из... Да, Александр Давыдович, одного из основателей фортепианной школы Самарской. Обязательно у нас выступает кто-то из династии Шаталовых. То есть, это тоже как бы хорошее... Традиция такая, да? Традиция такая, да. Это может быть дети. Это может быть кто-то из дочерей. То есть, там очень большая династия. У нас выучились все дети Дмитрия Георгиевича и внуки. Они закончили Самарское музыкальное училище. И теперь они находятся в Москве. И главное, когда это все будет? Пользуюсь случаем. Я приглашаю всех на наш юбилейный концерт. Он произойдет 27 ноября в Самарской филармонии. В 17.00 мы будем раздавать пригласительные билеты и приглашать всех на наш концерт. Отлично. Тогда благодарю вас за участие в программе. Всего доброго. Главное, чтобы традиция, которая продержала 115 лет, она еще и ого-го на века-то была точно. Вам терпение. И всех самарцев приглашаем на концерт юбилейный. Есть возможность увидеть просто таких мастеров вокального и исполнительского искусства 27 ноября в Самарской филармонии. Я благодарю вас за участие, Ирина Юрьевна. Я напомню, что у нас в гостях была Ирина Кондольская, директор Самарского музыкального училища имени Шаталова. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!